МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа «Республика». С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Покупай, но проверяй. Как правильно выбирать товары в интернете? Старая новая сказка. Чуваши решили внести вклад в развитие детского кинематографа. Попали в яблочко. Женская половина нашего телеканала решила посоревноваться в меткости. В Республике по итогам прошлого года индекс промышленного производства превысил 107%. По этим показателям Чуваши опережают другие субъекты ПФО. Такие данные приводят в региональном Министерстве экономического развития. В Республике увеличивается и количество предприятий, работающих по программе импортозамещения. С инновационными разработками завода Чебоксарская электротехника и автоматика сегодня познакомился глава Чуваши. Рабочий визит на предприятие стал поводом встретиться с его сотрудниками. Обо всем подробно Дмитрий Ковалев. Если театр начинается с вешалки, то на предприятии главе Республики сначала показывают столовую. Директор завода говорит, что о здоровье работников здесь заботятся и оплачивают половину стоимости обеда. Производственные объемы завода растут каждый год, несмотря на сложности в экономике. Большую долю комплектующих для выпускаемых здесь подстанций приходится закупать за рубежом. Очень сильно все зависит от заказчика. Когда заказчик ставит перед нами цели импортозамещения, значит внутри нашей продукции будут использованы отечественные аппараты. Но это не всегда оптимально и хорошо. К сожалению, у них сроки поставки и цены далеки от желаемых результатов. На заводе постепенно наращивают производственные мощности. В прошлом году возвели новый цех. В перспективе сюда планируют трудоустроить еще 50 человек. Мы сейчас пытаемся осваивать, ну скажем так, относительно новые для нас направления. Преобразователи частоты и устройства плавного пуска на среднее напряжение. Это для того, чтобы наша продуктовая линейка была завершена. Это то, о чем я и говорил. Любые потребности любого предприятия под ключ. Костяк завода молодые люди. Причем некоторые специалисты переехали в столицу республики из других регионов. Чебоксарец Евгений Разуваев уже работал за пределами Чувашии, но все же решил вернуться на малую родину. В Москве работал на ГК МПЦ Хруничева. Очень нравилась работа, но родина тянет. Работаю инженером-конструктором. Решил остаться в Чувашии, потому что люблю свою республику. Близко родственники, родители. Рост промышленного производства напрямую влечет за собой и увеличение заработной платы. Михаил Игнатьев отметил, что у большинства заводов республики наметились неплохие перспективы, в том числе и на Чете. Если взять производительность труда, она очень высокая. Нет таких предприятий, организаций, кто бы мог сравниться с вами. Это 11-12 миллионов рублей на одного работающего. Уровень зарплаты тоже достойный практически. Почти в 4 раза выше, чем средний по республике. Глава республики ответил и на личные вопросы работников. Жительница юго-западного района обратилась к Михаилу Игнатьеву с просьбой установить светофор на улице Янаушика. Дорогу переходить сложно на остановке Янаушика. Там нет светофора. И группа родителей просит изыскать возможность для установки светофора. Дети немного побаиваются переходить дорогу. Сделаем. Тогда? Летом. Ремонт дорог, строительство школ и детских садов, газификация заволжья, реализация прорывных проектов. На встрече с главой региона работники завода подняли немало проблем. Разобраться в них и найти пути. Их решение Михаил Игнатьев поручил соответствующим ведомствам. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. В прошлом году в Чувашии построено 630 тысяч квадратных метров жилья. То есть 75% к уровню 2015 года. Специалисты считают это следствие кризиса 2014-2015 годов. И уже в этом году тенденция должна поменяться. Среди факторов, которые могут повлиять на рост, снизились ставки ипотечного кредитования, появились новые предложения от банков, упростилась процедура согласования для застройщиков. Кроме того, появляются новые технологии, которые делают более адекватной стоимость квадратного метра. Цены на жилье в республике сложились одни из самых низких в Приволжском федеральном округе. На сегодняшний день в работе на территории Чувашской республики более 1 миллиона квадратных метров ведется строительство жилья. Они будут реализованы в этом году, ну и в последующих годах. Все... Выделено много земельных участков по строительству. Работы строительных хватает. С учетом тех предложений, которые мы представили уже на протяжении нескольких лет, работы для строителей Чувашской республики хватит как минимум на 10-15 лет. Сейчас в республике строится 100 строк 3 многоквартирных дома. Сформировано более 2000 гектаров земельных участков для возведения около 7 миллионов квадратных метров жилья. Ведется работа по сокращению административных процедур в сфере строительства и оформление документации по подключениям газу, электросетям, теплоснабжению. Майские указы президента России в Чувашии последовательно выполняются. По итогам 2016 года целевые показатели по заработной плате медицинских работников и педагогов Чувашии соответствуют предусмотренным нормам. Исполнение майских указов находится на особым контроле Минздрава Чувашия, в том числе и выплата заработной платы медицинским работникам. Каждый месяц проводится мониторинг. По словам временно исполняющей обязанности министра здравоохранения Светланы Ананьевой в настоящее время, все социальные обязательства по выплате и повышению заработной платы выполнены. По итогам прошлого года она возросла более чем на 4% у врачей и среднего медицинского персонала. Заработная плата младшего медицинского персонала увеличилась более чем на 13%. По досуме, в которой у нас находится выплата заработной платы врачам первичного звена, ну и здесь заработная плата достигает более 25 и есть заработная плата более 30 тысяч рублей. Заработная плата зависит не только от должностного оклада медработника, но и от стажа и мастерства. В зависимости от того, насколько они уникальные операции сегодня выполняют, безусловно, их заработная плата, она всегда была выше и достигает до 70 тысяч рублей. Конечно, таких работников у нас не так много, где-то 1,5-2% от общей численности врачей. На оплату труда учителя прежде всего влияют стаж работы, квалификация и результаты труда. Соответствует целевым показателям и уровень зарплаты педагогических работников республики, считает министр образования Чувашия. По итогам 2016 года средняя месячная заработная плата педагогов среднего образования составила 20 тысяч 882 рубля. Педагогов дошкольных образовательных учреждений заработная плата составила 18 тысяч 129 рублей. Работников научных учреждений заработная плата составила чуть больше 27 тысяч рублей. Педагоги дополнительного образования заработную плату получили в среднем 18 тысяч 278 рублей. Выплата заработной платы и исполнение всех социальных обязательств находится на особом контроле у правительства республики. Родион Архипов, Расиль Мухаммедов, Республика. Шопинг для ленивых. Так в народе окрестили покупки через интернет. Однако тот же интернет пестрит рассказами про то, как вместо заказанного товара в посылке оказался кирпич или еще что похуже. Как обезопасить себя, совершая онлайн-сделку? И куда обращаться, если присланный товар оказался ненадлежащего качества? Ответы на эти вопросы мы получили в Чувашском отделении Роспотребнадзора. Книги, одежда, ювелирные украшения и даже девайсы для любимого дела. Сегодня приобрести в интернете можно практически все. Однако и здесь есть свои вполне оправданные исключения. Оружие, сильнодействующие или ядовитые вещества. Алкоголь через интернет нельзя продавать. У нас всего четыре обращения в суды были по Чувашским именно сайтам, которые продавали алкоголь. Все они заблокированы. А Росимпорт Чебоксары привлечен еще к административной ответственности. Некачественным может быть не только алкоголь, купленный через интернет-ресурс. По статистике, каждый 20-й товар приобретен таким образом бракованный. Получив такую вещь, важно помнить о том, что законодательство на стороне покупателя. Покупатель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара. Если же приобретенный товар оказался ненадлежащего качества, то применяется положение закона о защите прав потребителей. Согласно данной статье, покупатель может вернуть некачественный товар, приобретенный дистанционным образом. А продавец, в свою очередь, обязан выплатить его полную стоимость. В интернет-пространстве все чаще и чаще появляются новые торговые площадки. Не все они зарегистрированы, как юридические организации. Сегодня на стадии разработки находится новый законопроект, направленный на регулирование их деятельности. Речь идет о так называемых товарных агрегаторах, электронных площадках, на которых совершаются покупки дистанционно. Законопроект возлагает на агрегатор обязанность по доведению необходимой информации до потребителя. В случае нарушения агрегатора методового требования, он будет нести перед потребителем гражданскую правовую ответственность. И все же, чтобы обезопасить себя от интернет-мошенников, достаточно соблюдать несколько простых правил. Покупая товар в сети, стоит отдать предпочтение проверенному интернет-магазину. Он не станет жертвовать репутацией, отсылая некачественный товар. Ни в коем случае не сообщайте продавцу свои паспортные данные и не приобретайте товары и услуги через социальные сети. В случае, когда продавец через интернет-аккаунт получал деньги и удалял страницу, далеко не единичны. Дарина Игнатьева, Сергей Адушкин, Республика. Заплатил налоги и может спать спокойно. В Чувашии в связи с возмещением ущербом прекратили уголовное дело в отношении генерального директора ООО «СУОР». По версии следствия, с сентября 2014 по декабрь 2015 года в Чебоксарах подозреваемый с целью незаконного увеличения ликвидных активов возглавляемая организация своевременно не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц на общую сумму свыше 139 млн 600 тыс. рублей. После возбуждения уголовного дела причиненный бюджетной системе ущерб, в том числе наложенное в связи с не своевременным перечислением бюджет налога штрафные санкции и пене, был возмещен в полном объеме на общую сумму свыше 161 млн 700 тыс. рублей. Затем подозреваемый обратился к следователю с заявлением о согласии на прекращение уголовного дела в отношении него в связи с размещением ущерба, причиненного бюджетной системе, которое следователям было удовлетворено. Наступление весны традиционно открывает взором жителей столицы множество проблем. Разбитые дороги, оттаивший мусор, но еще неприятнее текущий потолок в собственной квартире. Жильцы домов 42 и 44 по проспекту Мира возмущены таким положением дел. Разобраться в причинах решили наши коллеги. Дома, построенные еще в 70-х годах прошлого века, давно нуждаются в капитальном ремонте. Те работы, которые проводит управляющая компания, лишь временно устраняют протечки. На этот же раз и заплатки не помогли. Однако на большее денег не хватает. Задолженность жильцов составляет порядка 400 тысяч, что это, как понимаете, не маленькие деньги, которых можно было отправить именно на ремонт данной кровли. Поэтому делается только локальный ремонт для устранения точечных протечек. Жильцы утверждают, что плати не плати, результат один. Никакого результата. Я каждый месяц плачу постоянно, всегда. А тут вот это мы сами ремонтировали своими деньгами. Вот это вот, вот это. Вот сейчас никто не делал, смотрите как. А там вон уже падать начали. Там вот ремонт делается, штукатуре немножко. Все равно тут течет вода. Везде. И тут трещину вот туда дала, стены тут пустит. Капитальный ремонт в этих домах запланирован на 2018 год. Но если жильцы не погасят долги, то, возможно, и в следующем году его не дождутся. Проблема в большей степени это вот в бывших общежитиях, где народ как на вокзале, они там приходят и уходят, а активных жильцов очень мало. Просто жильцы большинство сдают. Жильцы часто меняются, друг друга уже практически не знают. Поэтому никто не хочет на себя ответственность брать. Для проведения капитального ремонта требуется 745 тысяч рублей. Чтобы набрать эти средства, жильцы должны проявить заинтересованность. Проще говоря, начать платить. Татьяна Филатова, Мальвина Петрова, Игорь Зверев, Республика. Сегодня, 14 марта, отмечается Международный день рек. В Чувашской республике величина ресурсов поверхностных вод составляет более 2 миллиардов кубических метров. Они представлены реками, водоемами, озерами и болотами. Наиболее крупные – Волга и Сурам. Волга протекает в северной части Чувашии, с запада на восток. Протяженность в пределах республики – 140 километров. Важное значение имеет река Большой Цивиль, правый приток Волги. Чувашия в достаточной мере обеспечена водными ресурсами. Вместе с тем, в густонаселенной республике реки испытывают большую антропогенную нагрузку. Поэтому всем жителям необходимо заботиться об их бережном использовании и охране. Учим чувашский язык, играя. С помощью компьютерных игр ученики Михайловской средней школы Цивильского района не первый год осваивают родной язык. Школьники с 5 по 9 класс в этой школе учат чувашский язык с помощью специальных электронных пособий. Сегодня тема урока – рыбалка. Ребята знакомятся с новыми словами, понятиями, расширяют кругозор. Главная цель – научить детей и взрослых свободно разговаривать на одном из древних тюркских языков. Электронные пособия, кроме теоретического и учебного материала, содержат богатый лексический материал. Это помогает нашим детям обогащать свой язык, поскольку многие дети у нас разговаривают на русском языке. Идея разработки подобных пособий принадлежит директору Михайловской средней школы Владимиру Андрееву. Но в итоге над созданием своеобразных электронных учебников трудились и учителя, и ученики. Я в основном программирование вел. Учителя помогали собрать внутренности. Дети тестировали эти электронные пособия. Вот так и каждый год по одному электронному пособию выпускали. Кроме этого, коллектив разработал и три компьютерные игры. На рыбалке, у бабушки в гостях, в поисках знаний. Выиграть в такой игре без знаний чувашского не получится. А чтобы стать победителем, необходимо пройти аж три уровня. Мне нравятся уроки чувашского языка. Здесь у нас уроки проходят с использованием компьютеров. Выполняем различные упражнения по изучаемым темам. Проверять свои знания можно, выполняя контрольные работы в электронной форме. Результаты обучения налицо. Практически все ученики школы участвуют в различных дистанционных конкурсах по родному языку и культуре родного края. И становятся победителями. Опыт коллег стараются перенять и педагоги со всей республики. Кроме этого, на базе Михайловской школы уже 10 лет работает и Центр дистанционного обучения чувашскому языку. Уроки консультации идут по скайпу. Педагоги обучают не только жителей республики, но и всех, кому интересен чувашский язык. Галина Титарчук, Мальвина Петрова, Олег Якимов, Республика. В Чувашии начались съемки детской сказки. Организаторами являются сразу три студии. «Сибирь. Сказка», «Дубль. Трифильмс» и «Чувашкино». Цель проекта – вернуть на экраны доброе и душевное детское кино. О работе над фильмом его создатели рассказали начинающим кинематографистам, ученикам медиа-центра «Куча мала». Вот они, смельчаки, которые отважились снять полнометражную детскую сказку и вернуть на экраны забытый жанр. Роман, Константин и Максим очень хотят, чтобы современные дети любили не только диснеевских принцесс, похожих друг на друга, как две капли воды. «Если вспомнить наши сказки, то это все-таки девушки в других одеяниях. И даже что сказки, что мультики, они не все там, может быть, красивые, они все разные. В принципе, как и люди, они всегда разные. Вот в чем и хороши наши старинные сказки». В основу сценария легла русская народная сказка. Как она называется – тайна. Но известно, что в списке героев – Иванушка, Солдаты, Баба Яга. Эту роль кастинг-директор и актер Роман Смирнов приберег для себя. «Мне Баба Яга нравится, что ли? Я с малолетства помню эти образы и Миляра, когда он играл Бабу Ягу. Ну, что тебе говорить-то? Бывало, знаешь, смотрю я так на экран, а он там скачет, такой страшенный, ух ты мою! Ужас-то какая! А потом вроде такой меденький, добренький прям. Ох, загляденье, мужичок! Чтобы найти колоритного Иванушку, режиссеры провели не один кастинг. Места для съемок тоже искали долго. Дремучий лес приглядели в Парецком районе. В Казмодемьянске нашли сказочную деревушку. А в Ибресинском этнографическом музее – логово Бабы Яги. «Мы вот ездили, нам даже разрешили печь затопить. Да. Что? Печь по-черному. В принципе, было не так-то просто это сделать. Ну, печь по-черному, трубы-то нету. Есть дым в дом. Да, изба курная. Курная изба. Это раньше так топили печи. Ну, у меня, да, были красные глаза, потому что там, если я в полный рост встану, там, получается, вот так вот начинается дым, и все до потолка». Сейчас вовсю идет работа над прологом – водной частью. Готовый эпизод организаторы разместят на краудфандинговой платформе «Планета.ру» и начнут собирать средства на основные сцены. Десятки фильмов в России уже сняты на народные деньги. Организаторы уверены, их идею тоже поддержат. И фильм под названием «Новая старая сказка» станет отличным новогодним подарком всем детям. «Это будет максимально круто, что можно сделать». Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. В самом сердце Парижа, в Российском духовно-культурном православном центре, открылась выставка народных художественных промыслов «Российский сувенир». Нашу страну представляют мастера из разных регионов страны – Карелии, Коми, Хакасии, Дагестана. В их числе и представители Чувашии – Татьяна Петрова, заслуженный художник Чувашской республики, и Ирина Меньшикова, директор Чувашского национального музея. Вот кадры, которые мы получили от участников выставки. Выставка включает в себя уникальные экспонаты. Каждый регион постарался так оформить свою часть экспозиции, чтобы стать узнаваемым даже для иностранного зрителя. Чувашия представлена в Париже старинной мужской и женской одеждой, главными уборами из фондов Чувашского национального музея. Кроме того, у посетителей выставки будет возможность познакомиться с традиционными украшениями. Посол России во Франции Александр Орлов лично приехал на открытие выставки. Изначально этот центр задумывался как дом России. А Россия – это очень многообразная, богатая страна, и поэтому мы хотели бы, чтобы здесь были представлены все наши регионы. Организатором экспозиции «Российский сувенир» выступило Министерство культуры Российской Федерации. Это первая выставка, которую проводит федеральное ведомство в центре на набережной Бранли в рамках года культурного туризма «Россия-Франция-2017». По данным опросов, проведенных на интернет-сайтах, далеко не все мечтают о материальных подарках. В моде сейчас сыгры в пейнтбол, прыжки с парашютом и корпоративные квесты. Количество любителей активного отдыха увеличивается. Вот и женская половина нашего телеканала решила посоревноваться в меткости. Подробности в следующем материале. О соревнованиях по пулевой стрельбе они привыкли рассказывать в эфире. Но в этот раз роль спортсменов они примерили и на себя. Обучить новичков инструкторам клуба «Витязь» не составило труда. Его воспитанники не первый год занимают лидирующие места в престижных турнирах. В оружейном арсенале клуба уникальные модели. Но прекрасной половине нашей редакции довелось освоить не только пневматический пистолет, но и винтовки. После устного инструктажа практические уроки по методике подготовки профессиональных спортсменов. Корпус сделала просто чуть назад, вот у нас противовес. Стрелять из пистолета оказалось достаточно занимательно. Я настреляла на целых три мишени. Мне очень нравится. Лет пять назад я уже как-то так в таком виде стреляла. И шариком, и дуэли были. С пистолетом я хуже дружу, чем с ружьем. Ружьем мне ближе. А кому-то пришлись по душе и холодные виды оружия. Арбалеты и ножи. До похода в тир девушкам их доводилось использовать только в хозяйстве. Во мне, не знаю, стало больше позитива, наверное. Я пришла сюда с очень таким негативным настроем, потому что я особо люблю всю эту тематику с оружием. Но немножечко тут побыв, постреляв, поизбитав ножи, я поняла, что это очень весело, здорово. И, возможно, пришла бы сюда еще раз. С уроками стрельбы прекрасная половина нашей редакции справилась на отлично. Самое главное, что нужно, чтобы попасть в мишень, в точку? Нужно хладнокровие перед. Я стреляла летом в лагере Орленок, но это было несерьезно. Здесь все посерьезнее. И я рада, что я стала чемпионом среди девочек. Вообще, отмечают в клубе «Витязь», пулевая стрельба стала популярным видом спорта. Здесь занимаются у нас и дети, то есть подрастающие поколения. У нас 12 лет, у нас дети занимаются. У нас две девочки на сегодняшний день. Одной 13, другой 15 лет. Выполнили нормативы кандидата мастера спорта. Здесь готовятся сборные, как я сказал, республики по пулевой стрельбе. Мы выезжаем на всероссийские соревнования. То есть, в принципе, здесь созданы все условия для того, чтобы человек пришел, научился стрелять и получил полное удовольствие. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Александр Магарин, Андрей Шоклев, Республика. Наши новости и программы на сайте ntrk21.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин